Здравствуйте, это Несей Новости в студии Ксении Митрофановой. Вначале, коротко, главная тема выпуска. Две иномарки столкнулись на перекрёстке в советском районе. Есть пострадавшие. Где отдыхают, там и мусорят. Красноярцы превратили в свалку, берегая Несея. Трудности переправы в селе Старая Копь размыла единственный путь на паром. Как минимум два человека пострадали в серьёзной аварии в Красноярске. В советском районе прямо на оживлённом перекрёстке столкнулись две иномарки. На записи с камер наблюдения видно, как белая Хонда едет по улице Краснодарской. Затем водитель поворачивает налево и тут же влетает в серебристый Ситроен. От удара в обеих машинах сработали подушки безопасности. Чуть позже на место происшествия приехали несколько неотложек. Помощь медиков понадобилась обоим водителям. А вот были в автомобилях пассажиры или нет, неизвестно. По предварителям данным, мужчина, управлявший японской легковушкой, пытался повернуть на армейскую, на красный сигнал светофора. И новые подробности о смертельной аварии в районе посёлка памяти 13 борцов. Вот такие страшные кадры с места происшествия опубликовали очевидцы. Сегодня стало известно, что в ДТП пострадали не две, а три машины. По предварительным данным, водитель БМВ выехал навстречку, где лоб в лоб столкнулся с фурой. Затем иномарку опрокинуло на Тойоту РАВ-4. На кадрах видно, что от передней части БМВ практически ничего не осталось. Грузовик опрокинулся на бок, а серебристая Тойота улетела в кювет. От полученных травм водитель БМВ скончался ещё до приезда скорой. Его пассажир получил травмы. Помощь медиков понадобилась и мужчине, который был за рулём фуры. ГИБДД ещё раз напоминают. Выезд навстречку – это опасный манёвр, выполняя который нужно быть предельно внимательным. В Красноярске на стройке упал автокран. Об этом сообщают очевидцы. Случилось всё на улице Копылова. Стрела крана завалилась прямо на строющееся сооружение и повредила металлическую обшивку. Техника стояла буквально в нескольких метрах от дороги и автобусной остановки. Трудно представить, что было бы, если бы кран опрокинулся в другую сторону. Как пояснили в МЧС, к ним сообщения происшествий не поступало. Где отдыхают, там и гадят. Красноярские берега снова завалены мусором. Повсюду следы пикников, а от недавних субботников уже не осталось и следа. Елена Саткеева увидела всё своими глазами. Нельзя так делать, но вообще некрасиво вообще. Трудно сдержать эмоции, когда вокруг такая картина. Берег Енисея в районе предмостной больше напоминает свалку. Брошенные салфетки, бутылки, остатки еды. Отдыхать среди всего этого свинства, говорит Алексей, нет никакого желания. Надо было просто взять пакетики, идите куда-нибудь домой или куда-то вывезти и всё. А зачем вот это вот, эта мусорка вообще, это некрасиво. Сами сидят, отдыхают, следом мусорят. Ну можно же за собой убрать, не надо скидывать. Ну не надо скидывать. Есть же мусоропроводы, вот сейчас подняться, там мусоропровод есть. Скиньте свой мусор. Всё, что могу сказать. За собой просто убирайте и всё. Следы пикников буквально на каждом шагу. Эта часть набережной неблагоустроена, а с кучами мусора выглядит как небольшой полигон в черте города. Красноярцы возмущены, неужели нельзя отдыхать культурно. Ну мы приезжаем, мы посидим, потом всё убираем за собой, выносим на мусор. Ну вот сейчас собирали. Да, сейчас чужой мусор собирали. В основном молодёжь идут и бросают, даже бутылки пьют и тут туда бросают. Там поэтому и свалка, она уже давно здесь, никто не убирает. Вот здесь хозяин, мы ему говорили, он говорит, деньги нет, деньги не дают, никто не убирает, ни волонтёры, никто. Видите, как здесь грязно. Вам-то как отдыхать, Сергей, такого? Ну как просто отдыхать? Видите, как ходим. Вы же видите, как ходим, так и отдыхаем. Но мусор здесь валяется не только на берегу. Мы прошли чуть вглубь, и здесь в прямом смысле ступить некуда, чтобы не угодить в какие-нибудь бутылки или стаканчики. Кроме того, здесь повсюду лежит битое стекло. Это уже не просто неприятно, а опасно. В подходах утопает и остров отдыха. От субботника здесь не осталось и следа. Даже после уборки горожане без зазрения совести оставляют кучи мусора, причём повсюду. Вот так остров выглядит с другой стороны. Пожаловаться на такие свалки можно в районную администрацию. Там должны найти виновников. Но сделать это, если нет ни камер, ни очевидцев, почти невозможно. Гораздо проще, чтобы каждый отдыхающий убирал за собой. Елена Саткеева, Максим Галат, Енисей. Новости. Не вода, а капучино. Красноярцы пожаловались на ржавую жижу, которая потекла из крана в одном из микрорайонов на правом берегу. Управляющие компании рассказали, что проблемы это временные. Высотки меняли общедомовые приборы учёта холодного водоснабжения. И, скорее всего, плохо промыли трубы. Отчего вода стала почти коричневого цвета. Трудности переправы жителей села Старая Копь в Кратузском районе бьют тревогу. Во время половодия там размыла часть дамбы. Дорогу к парому отсыпали. Но проехать по ней теперь можно только на свой страх и риск. Люди боятся, что земля под машинами просто провалится. С подробностями наш СОПКОР на юге края Ольга Максюшина. Сейчас зацеплюсь где-нибудь, да и всё. Ужасно просто. Вот так, держа пальцы крестиком на свой страх и риск, демонстрируя все свои навыки вождения, местные водители съезжают с паромной переправы. Говорят, после весеннего половодия эта дорога напоминает аттракцион невиданной смелости. Этот металлический припромок должен быть вровень с дамбой. Сейчас он напоминает некую металлическую горку, по которой не так-то просто спуститься не только пешком, но и на машине. А дальше идёт вот такая вот дорога. Сейчас она буквально уходит из-под ног. Вот можно увидеть, как мои 47 килограммов, да, и то проваливаюсь. А что говорить о машинах, которые весом по тонне. Во время потопа в этом году часть дамбы со стороны села просто смыла течением. Дорогу отсыпали, но этого недостаточно. Машины с низкой посадкой ползут практически на брюхи. Жители с горечью говорят, про них просто забыли. Действительно устали от этого, от этой дороги устали. Дети приедут, не знаем, как их переплавить. Сегодня скотина сдавать людям надо скота. Мы не можем отправить мясо. Но тяжело нам, мы уже действительно устали. Опасаются люди из-за состояния самого парома. А местные утверждают, пробоины в нём толком не заварены. В трюмы просачивается вода. Судно 37-го года постройки порядком обветшало. Ему нужен капитальный ремонт. Воду откачивают почти регулярно, каждый день. То есть есть опасность даже, что он может затонуть. Если паром сломается и встанет на прикол, жители боятся остаться и без скорой помощи. Не отложка тогда вообще не доберётся до села за рекой. Паромщики уверяют, протечку устранили. Но заглянуть в трюм нам не позволили. За техническим состоянием судна и подъездов к переправе следит местное дорожное предприятие. Говорят, делают, что могут. Только вот уровень реки в этом году даже летом нестабилен и не позволяет начать ремонт. На той стороне дамбу будем восстанавливать в ближайшее время. Как только сможем экскаватор перевести на ту сторону, сейчас из-за низкого уровня, мы не можем переправить экскаватор. Паром латают каждый год, меняют настилы на палубе и делают сварочные работы. На новые понтоны денег нет. Но сколько он ещё протянет, никто даже и предположить не берётся. Ольга Максюшина, Алексей Фролов. Несей. Новости. И вот, как стало известно сегодня, дорожникам удалось доставить на берег тяжёлую технику. Уровень воды постепенно нормализуется. И это позволяет начать ремонт. Но я напоминаю, телефон редакции новостей 236-01-36. Обязательно звоните и сообщайте свои новости. Цифры остаются стабильно высокими. За последние сутки коронавирусом заболело ещё 471 жителей края. По-прежнему больше всего новых случаев в Красноярске. Здесь 104 инфицированных. Высокие показатели в районах. Плюс 59 пациентов в ковидном госпитале Норильском. 34 в Канске, 33 в Ачинске, 20 в Минусинске. Гораздо больше стало и тех, кто мог победить болезнь. За сутки это 520 человек. Под медицинским наблюдением на дому остаётся чуть больше 44 тысяч жителей. 23 пациента скончались. Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении туроператора. Он организовал поход в Иргаке, во время которого медведь загрыз подростка и ранил взрослого. Об этом не только в блоке коротких новостей. Прокуратура Ермаковского района возбудила уголовное дело в отношении оператора, организовавшего туристическую поездку в Иргаке, в которой медведь загрыз 16-летнего подростка. Трагедия случилась в начале лета. Зверь напал на юношу, который помогал туристам и ранил ещё одного участника похода. В прокуратуре выяснили, компания не обеспечила сопровождение группы опытным проводником. Кроме того, информацию о планируемом походе не сообщили в МЧС. Материалы дела переданы в Следственный комитет. В советском районе Красноярска частично отключат холодную воду. Причина – аварийные работы на сетях. Краны пересохнут 1 августа с 10 утра до 7 вечера. Запастись терпением придётся жителям домов на улицах Водопьянова и Алексеева. Но есть и хорошие новости. Коммунальщики будут подвозить питьевую воду. График можно посмотреть на сайте Краскома. Восемь новых камер заработали на дорогах края. Внимательнее автомобилистам теперь придётся быть на проспекте Ленинградском в Норильске, на перекрёстке улиц Горького и Хлебозаводской в Лисосибирске и на улице Абаканской в Минусинске. Все эти места выбраны не случайно, они считаются аварийно опасными. Комплексы фиксируют превышение скорости и проезд на Красный. Завораживающее зрелище в Ваганере. Это район Норильска снесли последнюю недостроенную девятиэтажку. Панельку уничтожили методом взрыва. За считанные секунды она сложилась как карточный домик. От здания осталось лишь облако пыли. Это уже десятый долгострой, который так эффектно демонтируют. В будущем на этом месте должны построить новое жильё. На месте снесённого рынка на улице Матросова в Красноярске наконец началось благоустройство. Вот так сейчас выглядит этот участок. Рабочие уже убрали старую брусчатку и бордюры. До конца августа пообещали в мэрии. Здесь появятся прогулочные дорожки, газоны и лавочки. И кстати, судя по этим кадрам, торговля тут не прекращается, даже несмотря на то, что прилавки давно демонтировали. Полёты не во сне, а наяву. В Канске местные планеристы поднялись в небо на несколько сотен метров. Мероприятие посетил и известный пилот из Красноярска. Он привёз новую технику – паралёт. На все подробности в нашем следующем материале. Смотрим. Всего каких-то пара секунд и мотопарапланеристы легко взмывают в небо. На высоте примерно в 200 метров. Там внизу всё выглядит зелёным лоскутным одеялом. Вес такого летательного аппарата – около 40 килограммов. Свою технику пилоты в основном собирают сами. Конструкция состоит всего из двух элементов. Это параплан и сам мотор, который надевается на спину. Но есть и другие аппараты. Есть тележечники, то есть трайк, когда уже этот мотор установлен на тележку. И то же самое мягкое крыло, тот же параплан прицеплен и летают на нём. И есть двухместные, то есть такие телеги, где уже садятся двое, пассажиры, пилот. И это уже паралёт. В Канск такой паралёт привёз красноярец Сергей Данилов. На сборку летательного аппарата он потратил около миллиона рублей. Желающих подняться в небо на такой технике довольно много. Просто потрясающе, невероятно. Такое чувство, что ты стал птицей. Такое ощущение свободы. Я не знаю. И свист сверху просто невероятно, красиво всё. Машинки такие маленькие, такие маленькие аккуратные домики, солнышко всё. Ой, это невероятно. Пилот не раз занимал призовые места в крупных соревнованиях. Вот и сейчас мужчина готовится к участию в чемпионате России. Планируем в нём выступать. От Красноярска уже два человека будет выступать. Это Рудковский. Я буду выступать на данном паралёте. Участвовать возможно будет третий ещё человек. Но это под знаком вопроса. Сам чемпионат пройдёт в Бирске. Это республика Башкоркастан. Но афганский такой вид спорта только начинает набирать обороты. Екатерина Любим по материалам Пятого канала. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова